Всем привет, друзья! За два месяца отсутствия на ютубе произошло очень много, как в товарке, так и во всей жизни в целом. Оно и не удивительно, ведь если ты такой же бизнесмен, как и я, то на месте стоять нельзя. Давайте вернёмся на два месяца назад в прошлый ролик и вспомним, что он закончился тем, что я закупил кроссовки и ветровки, которые достаточно быстро продал и заработал чистыми около 20 тысяч рублей. А ещё понял для себя, что клиентов с животными я, наверное, больше пускать не буду. Тяжело с ними. Роликов, кстати, не было не просто так, всё это время я также продавал и снимал, параллельно собирая компьютер. Потому что, как понимаете, монтаж на телефоне это такая себе затея. За это время я также успел стать официальным продавцом и оформил договор с компанией СДЭК. Что это мне дало? Увидите сегодня. А может и нет, потому что интереснейшего и поучительного материала я наснимал очень много, вряд ли всего месяца, в один выпуск. Но перед началом прошу тебя, поставь лайк и пиши комментарий с советом, потому что я слушаю то, что вы пишете и применяю их на деле. Итак, после того, как я заработал чистыми 20 тысяч, а это было, знаете, очень даже просто, потому что ветровки, которые я заказал, разлетелись очень и очень быстро. Родную ветровку купили, чувствую себя круто, упаковываю каждому человеку, пишу, чтобы не запутаться имя, фамилию, какой размер, чтобы отправлять. Но сезон ветровок на тот момент уже кончался и наступало лето. Самое время для заработка, подумал на тот момент я и сильно заморачиваться и тестить объявления не стал. Решил заказать, что понравилось лично мне на 22 500 рублей. В общем, просидев полдня и так и не найдя достойных вариантов, я заказал то, что есть, то, что на мой вариант более-менее, мне кажется, залетит. И поставщик сказал, что в принципе это нормально идет, а там я не знаю, если честно, потому что, ну, такое себе. Учитывая, что я еще и не тестил, это будет мое первое лето, где я занимаюсь именно вот одеждой. Но надеюсь, все будет хорошо. Заказ на 22 500 рублей я все-таки оформил. И заказал я шортики, футболочки, которые были, потому что уже начинается сезон, у меня уже очень-очень жарко. И думаю, зайдет и разлетится быстро. А там посмотрим, что будет. На дворе солнышко и посылку с летними в этот раз вещами мы получили благополучно, поэтому погнали сейчас распаковывать. И уже есть несколько клиентов на наши шортики, штаны, которые пришли. И поэтому погнали распаковывать. После того, как я все забрал и распаковал, я зашел на Авито посмотреть, за сколько продают эти вещи, чтобы понять их рыночную стоимость. Просмотрев большую часть объявлений, я понял совсем другое, что практически все выставляют уже готовые фотки поставщиков. И никто не выделяется самой важной частью объявлений, это фото. Но я решил выделиться среди всех, ведь рядом со мной находится пляж с выходом на море. И этот фон идеально подходит для моих футболок и шорт. Ну и на следующий день я собрал все вещи и пошел делать туда фотки. Итак, я пришел на место, вы только посмотрите, какой красивый я нашел. Вид нереально шикарен, вот сюда мы будем вешать нашу одежду. Я уже взял пару вешалок, нацеплю сейчас, и вы только посмотрите, как красиво это будет смотреться. Вот, сейчас сделаем все фоточки и посмотрим. Мне кажется, это будет топово и реально продастся гораздо быстрее. Ну и после того, как все фотки были готовы, я с гордостью выставил их на Авито, ВК и Телеграм-магазин. Больше всего заказов я ожидал с Авито, но там была вообще тишина. И на мое удивление пришел заказ с ВК. Человек захотел взять себе комплект из футболки и шорт с Тонайлом. Определились с размером, он оплатил и пошли отправлять свой первый летний заказ. Надеюсь, вы помните, вчера мы ходили на пляж и фоткали на фоне красивого моря и гор. Наши прекрасные шорты, в общем, новое поступление. Поэтому заказали через ВК-магазин вот такие вот шорты. М-размер сейчас мы пойдем отправлять. И вот такую футболку с Тонайлом, размерчики М. Костюмчиком забирают за сколько? За 4000 в общем. Фоточки работают, мне это прям нравится. И, кстати, на Авито я их повыкладывал. Просмотры набирают гораздо побольше, чем те, которые я взял у поставщика. Поэтому обязательно делайте фотки, чтобы они были красивые, а желательно на берегу моря, как у меня. В общем, погнали собирать заказ, потому что человек уже ждет. С отличным настроением в припрыжку можно идти домой, потому что заказ я отправил сегодня чудесный. Хороший день, поэтому что не радоваться. Нужно всегда быть на позитиве, поэтому погнали что-нибудь делать дальше. Второй же заказ в этот же день мне поступил от человека, который брал у меня уже ветровку. Он захотел себе еще штаны к ней, которые как раз у меня были. Вечером он пришел их примерять. Человек пришел весь в стонике, в моей ветровке, забрал мои штаны и теперь ходит во всем. Стон, во-первых, это очень круто выглядит на нем. И самое главное, в моих шмотках это прям вообще за душу берет, очень круто. Я реально вдохновлен, 2700 мы заработали. Но не сколько важны деньги, а сколько эмоций с этой продажей. Тем временем, пока я продавал, на Авито набирались просмотры. Особенно Стон Айланд выходил в топ. На тот момент я уже ждал заказы с Авито, но он опять поступил от человека, который у меня уже покупал жилетку этой же фирмы. Ему понравились шорты, мы обговорили цену, позже скажу почему. И он выдвинулся ко мне. К нам едут сейчас костюмы, вот такие же, мы одну парку заказали, пробную, но они получились очень ходовые и людям понравились. И мы сейчас выводим еще две пары, две пачки костюмов, это бежевые и вот в таком цвете. А размеры? Размеры будут ваши. А какой самый маленький из костюмов? Самый маленький у них идет Элька. Он и маленький. Но Элька, они чуть маломерят. Они маленькие. Ну что-то будет. Ладно, подписните и все равно выставите, правильно? Да, да, да. А мы вот, стойте, мы вот в Телеграме есть, можете подписаться. Там, короче, у нас и будет поступление, у вас и повестят саму. Все, отлично. Все, хорошего дня, до свидания. Итак, почему же я сделал такую маленькую наценку? Дело в том, что когда он покупал у меня этот самый жилет, мы с ним договорились, что я делаю ему минимальную наценку на следующие покупки, а он в свою очередь пишет положительные отзывы ВК и ТГ. Чтобы люди, которые заходили, видели настоящие отзывы от настоящих людей. И тем самым у них появлялось доверие к магазину и желание заказать. Стоило ли это условие того? Не знаю, судить вам. По поводу договора, да, все-таки, наверное, будем оформлять, потому что мне предложение ваше интересно, вы очень заманчиво мне все рассказали, показали. Скиньте мне еще раз условие, потому что не очень по телефону все запомнилось. А так, в течение недели я еще подумаю и тогда точно решу, все, вам позвоню, отпишу, да. На протяжении уже, наверное, месяца мне названивают сотрудники СДЭК и предлагают оформить с ними договор. Случилось это, кстати, после того, как я создал магазин в Телеграме. Изучив, что же они мне предлагают, я готов озвучить это вам. Первое, это 50% скидка на все отправки и получение груза. Второе, это возможность самому указывать стоимость доставки для клиента. Кстати, многие магазины на этом зарабатывают. Третье, это персональная поддержка 24 на 7, что очень мне, кстати, нужна. Четвертое, это бесплатная упаковка. И пятое, это СДЭК-маркет, куда я мог, по сути, выставлять свой товар, но пока что он не работает. В принципе, очень даже хорошие условия, учитывая, кстати, то, что с моей стороны обязанностью является только вовремя оплачивать все отправки. Еще неделю я побыл в раздумьях и получив еще три звонка от СДЭКа, я все-таки решил оформлять договор. Для этого я буквально за 10 минут оформил самозанятость и получил 10 тысяч рублей на первую оплату налогов. Кто еще занимается товаркой или подобным небольшим бизнесом и это еще не сделал, советую оформить. От этого вы особо ничего не теряете, зато безопасность ваша вырастет. После оформления я написал менеджеру, что все готово, и он мне скинул перечень, что нужно заполнить. Скинув все свои данные, на следующий день я получил одобрение на почту, но нужно было еще подписать сам договор. Для этого они мне отправили конверт, и через 4 дня я его получил. Подписал и отправил обратно. И вот теперь я мог зайти в свой личный кабинет СДЭКа. Естественно, я сидел теперь в ожидании заказов, но почему-то их не было, а несколько тысяч еще лежали на карте. Я решил, чтобы просто так деньги не лежали, заказал кроссовки на экстасе. Давно на самом деле хотел их завести, и сейчас летом, мне кажется, они зайдут. Заказал я всего 2 штуки на пробу в общей сумме на 6034 рубля, с учетом доставки. Еще до того, как они мне пришли, я уже их выложил на авито, используя фото поставщиков. Набрали они очень хорошие просмотры, и мне даже писало несколько человек. Всем я отписывал, что буду только через несколько дней. Как обычно, прошло 4 дня, и кроссовки уже были у меня. Не успев сходить сделать красивые фотки, мне написал очередной человек, который хочет прийти и забрать 42 размер. Все-таки модель ходовая. На, кто большой? 29? 54. Да, да, да. Сколько? 4,290. Кроссы купили, 4,290. Чистыми я не знаю сколько, около тысячи с чем-то, короче. Но нормально, нормально забрали, я очень рад. Остался один размер. Погнали, его тоже продадим. После продажи мне теперь нужно заносить все это не только в свою таблицу, но и в налоговую. Делается это не сложно, заходим в приложение и пишем просто, что продали и на какую сумму. После чего нам выходит чек о продаже. Ну а на этом я думаю стоит закончить данный видеоролик. Обязательно ставь лайк и подписывайся. Давайте наберем 300 лайков и сразу же выходит новая серия. Впереди еще очень много интересного материала. За этот выпуск мы сделали большой прогресс, оформили договор с СДК, оформили самозанятость и продали несколько вещей, заработав в сумме около 7 тысяч рублей. Но следующий выпуск обещает быть еще интересней. Продолжение следует...